Сколько длился самый долгий матч в истории волейбола и что общего у тенниса без ракеток и баскетбола без колец? Сегодня в день рождения волейбола мы решили рассказать вам интересные факты об этом виде спорта. А заодно и заглянули на тренировку женской сборной нашей республики. Сейчас сложно представить, что на поле могло находиться до 30 человек в каждой команде. Правила были условными, а средний матч длился целые сутки. Рекордно долгий, почти бесконечный матч состоялся однажды в Кингстоне и продолжался он 75 часов 30 минут. А появилась популярная игра благодаря креативному подходу американского физрука Уильяма Моргана. Он решил смешать элементы бейсбола, гандбола и баскетбола, предложив своим воспитанникам сыграть в мяч через сетку, натянутую на высоте 196 сантиметров от пола. Игра изначально называлась Минтанет. Волейбол это самая современная интеллектуальная игра, играет во всем мире. Волейбол в Чувашской республике, волейбол это очень сильно развитая игра, потому что каждую неделю у нас проходят всевозможные турниры. В честь бизнесменов, в честь ветеранов спорта – самая популярная игра. Хотите ли вы играть в команде мастеров или мечтаете продемонстрировать классный удар во время пляжной игры? В обоих случаях нужно долго и упорно тренироваться. Сила, скорость и реакция – вот главные качества хорошего волейболиста. А вот высокий рост вовсе не обязателен, хотя приветствуется. Сейчас, в принципе, любая девочка, которая любит волейбол, может стать волейболисткой, если у нее есть цель такая – научиться играть в волейбол. Так что тут неважно, какие ростовыные данные даже. У меня в команде были игроки под метр пятьдесят пять, например, под метр шестьдесят. Либера играли, хорошо играли. Ну вот среднего, как сказать, рост у нас где-то метр восемьдесят в команде. Даша Карпенко невысокий рост нисколько не мешает быть капитаном команды женской сборной нашей республики. Она связующей, именно через нее проходят все атаки команды. А заниматься волейболом Даша начала случайно пять лет назад. Сначала занималась игруным катанием с четырех лет, лет семь. Потом поняла, что не мое. Начально пришла на тренировку, все, затянулась. В волейболе мне нравятся эмоции, которые мы испытываем. Очки, которые мы зарабатываем. Ну, иногда, конечно, деньги мы этим зарабатываем. Так что играем, живем, встаем. Девять тренировок в неделю по два-три часа. Так занимаются наши спортсмены. Отбирают будущих чемпионов семилетнего возраста. Но сначала они занимаются не волейболом, а общей подготовкой. Перемещениями, бросками, ловлей мяча. Серьезная же игра начинается лишь спустя два года. Но это для профессионалов. Поклонники же здорового образа жизни могут играть в волейбол в любом возрасте. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика.